всем привет это видео я снимаю в середине ноября и может быть еще немножко рано но ходя по магазинам видя все эти красивые елочки уже украшенные и кучу-кучу новогодних украшений проникаешься всем этим настроением новогодним и очень сложно удержаться что-то купить и поэтому я тоже начала покупать всякие новогодние украшения в основном это украшения для дома и сегодня я хочу с вами поделиться моими покупками поэтому если вам интересно оставайтесь со мной и вот такое я купила для нашей комнаты скромновато но пока что только так не хочу переусердствовать значит здесь у меня из разных магазинов украшения вот это вот я купила в обе такая фигурка оленя стоила она по-моему рублей 300 вот не-не-не нельзя тебе трогать нельзя пока 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 и вот эту вот елочку я сперва скептически относилась ко всем этим елочкам но в принципе они очень симпатично смотрятся вот и тоже не прикупила это я уже купила в ленте у них сейчас вообще очень смешные цены на самом деле на украшение вот это стоило по моему 150 140 где-то так рубили в нашей комнате елка не будет стоять мы ее решили установить детскую она же игровая нашей комнате не так много места в принципе свободного угла тоже нету купила ее в прошлом году но мы ее не устанавливали у нас есть маленькая елочка где-то сантиметров 60 наверное она вот моей пользовались том году большая елочка нам было некуда там устанавливать у нас была очень маленькая однокомнатная квартира вот и в этом году я буду впервые и и ну я в принципе она мне в том году очень понравилась я уже не помню как она выглядит но в принципе что-то было пушистое что-то серебристое ну с блесками вот и поэтому я ее буду устанавливать в этом году и вспомню хотя бы как она выглядит вот такие покажу вставочки вот они вот на такой длинной ножки стоят вообще по моему рублей 70 или 50 тоже в ленте вот конечно нужна какая-нибудь вазочка я предполагал что будет вазочка но у меня пока нет лишний такой маленький поэтому так вот такого милого снеговика также в ленте он даже звенит тоже стоит где-то рублей 200 это идет ребенку в комнату я пока не знаю он просто стоит на комоде вешать не вешать его на дверь посмотрим купила на елку верхушечку я до этого момента жутко не любила верхушки на елке вот тоже лендовская но как-то мне это понравилось она нету советская красная звезда и в принципе я готова такую поставить на елочку хотя вот все искусственные елки современные очень неплохие верхушки имеют свои собственные плане иголок вот и поэтому все прекрасно и вот такой веночек из шишек он очень колючий вот понимаю что шишки тут настоящие покрыты интересно вот мне как они долго ли простоят потому что насколько я знаю шишки имеют свойство портится вот он вот на таком гнезде и это мы повесим вот туда вот так вот сверху тоже купила вот такие вот листики просто вставляются куда-то в вазочку мне вторая нужна вазочка лишняя вот они золотые такие если видите но это уже было куплено в семье это самые первые самые первые украшения и вот такие шары и я решила в этом году использовать для нашей елки купила их в обе они вот с блёсточками да если вы видите сначала купила вот эти вот меньшие по размеру они по-моему еще в начале там месяца были 250 рублей и буквально вот пару дней назад мы ездили вот эти побольше шары но в принципе поменьше и побольше они просто разного количества вот эти уже были по акции 200 рублей вот за 16 штук вот и теперь расскажу вот про этот шар оставил напоследок этот шар вообще не вписывается понятное дело но я тут недавно читала про новогодние традиции и вообще про традиции в семье и там помимо прочего были традиции на новый год и одна мамочка рассказывала о том как они выбирают каждый год самый красивый шарик который найдут в магазинах подписывают его там год например и вешать его на елочку так получается за каждый год какие-то определенные шарики на такая память происходит вот я решила воспользоваться этой идеей вот мы купили правда в прошлом году мы не делали этого ну когда-то же стоит начать вот мы решили вот такой шарик выбрал мне хотелось бы услышать ваши какие-то может быть у вас есть какие-то новогодние традиции какие-то интересные идеи по совместному досугу перед новогодними тема у меня так ноги не поворачиваются по новогоднему досугу хочу показать также покупки из фикс прайса там сейчас представлены новогодние украшения и я тоже зашла туда за ними значит купила ребенку это немножко не новогодняя но все таки покажу что там есть купила вот такую мозаику давно уже хотела вот она немножко маловато естественно трех лет но в принципе мы уже не берем ничего в рот поэтому ему отлично правда вот видите она стоит семьдесят семь рублей также фикс прайсе купила вот такую баночку жестяную там разные есть ванышки елочки уже что-то лежит детское не знаю пока для чего буду использовать но такие баночки никогда не бывают лишними также на новогоднюю тематику купила вот такой вот фетровый фетровую сумочку я наверное буду использовать сейчас думаю по поводу адвент календаря на новый год как это все сделать естественно у нас никаких коробочек вот как вот с двериками нету нигде их нужно делать самостоятельно некоторые делают из бумаги там всякие конвертики коробочки вот но уже времени остается мало я боюсь и не успею поэтому у меня мысль сделать простой календарь декабря вот сюда класть какую-нибудь наклеечку для определенной даты и какой-нибудь сувенирчик маленький шоколадок не будет и всяких сладостей думаю про какие-нибудь интересные ластики кстати вот если вы еще не видели магазинах очень много фигурных ластиков совы буржи коровки лягушки все 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 есть даже есть инструменты вот и ребенок ну если она новая конечно он очень любит с этим играть и вот пока конечно я немного придумала всяких сувенирчиков но еще есть поэтому поэтому еще наверное расскажу об этом подробнее в другом видео далее купила вот такого снеговика это картон ну думаю в принципе нам еще пока как считается педагогически нам по возрасту да это снеговик пуговки считается что по возрасту нам еще пока рано деда мороза ребенок может испугаться и поэтому я решила взять снеговика он будет стоять рядом с елочкой вот и будет радовать ребенка планирую конечно еще найти хорошую мягкую игрушку с деда мороза еще купила вот такие вот открыточки с мини поздравлений тут 36 штучек как раз родственникам подарки будет отлично купила еще вот такого мишку я думала что он как керамическая фигурка просто стоит оказалось когда распаковала он светится далее купила вот такую вот развесную штучку планирую в коридор повесить последняя на новогоднюю тематику это вот такие вот тарелочки выдела стеклянные у них тарелочки но они какие-то квадратные очень острые я боюсь что не особо качественные эти конечно тоже не особо качественные посмотрите они немножко кривоваты но если это все не смоется в посудомоечной машине то в принципе можно будет спокойно из них кушать это будет нашему папе это мне вот а вот это ребенка далее идет все такое что обычно берешь фикс прайсе меламиновые губки очень пригождаются после того момента как я узнала что каменную мойку оттирают меламиновые губки у меня она белая единственное что вот эти губки фикс из фикс прайса конечно же они дешевые и довольно таки сильно крошатся дарили мне губки из фаберлика вот они более прочные что ли но на этом в общем то все всем спасибо за внимание и увидимся в следующем видео пока пока пока